Тишину будничного дня в центре Уфы нарушили стрельба и взрывы. Так начались учения по организации обеспечения деятельности судов. По сценарию в здании Федеральной службы судебных приставов ворвались вооруженные люди. Внутри они заложили бомбу и захватили заложников. Террористы потребовали предоставить автомобили для отхода. Оказавшись в машине, через считанные секунды нападавших обезвреживают, а заложники обретают свободу. За работу принимаются кинологи и саперы. Их задача как можно скорее найти и обезвредить взрывное устройство. Здесь отрабатывались действия как наших судебных приставов по обеспечению установленных порядка деятельности судов по отражению нападения, так и совместные действия сотрудниками полиции, сотрудниками Росгвардии, порядок взаимодействия при возникновении чрезвычайных ситуаций. Всего в сборах приняли участие 60 человек. Со слов судебных приставов, успех операции кроется в слаженности действий. Они уверяют, что их служба всегда готова оперативно среагировать при экстренных ситуациях. Нашей основной задачей являлось отражение нападения, также эвакуация персонала и граждан, прибывших в здание управления Федерального службы судебных приставов. Кроме отражения вооруженного нападения, судебными приставами отрабатывались различные ситуации на входе в здание. По легенде, мужчина принес на режимный объект нож и отказался добровольно его сдать. В итоге его задержали. Что у вас здесь? Нож! Напомним, что за 9 месяцев текущего года судебные приставы предотвратили более 3000 попыток пронести запрещенный предмет на территорию режимного объекта. Егор Полторыкин, Никита Бычков, городской телеканал ЮТВ.